В больнице города Усинск скончался мужчина, работавший вахтовым методом на месторождении Ненинского округа. Смерть вахтовика наступила от бешенства через полтора месяца с момента, когда его укусил писец. Житель Воркуты с 72-го года рождения был доставлен с одного из месторождений округа в Усинскую центральную районную больницу с симптомами водобоязни. Спустя сутки мужчина скончался. По информации руководителя профильного ведомства, мужчина работал старшим мастером в компании Комиквест подрядчики Русьвет Петра. Поправлял обувь, подбежал к кузову писец, спустил его между пальцами, он никому не обратился, обработал пранк и йодом, отработал в акту. Соответственно, прошло, получается, два месяца, через полтора месяца. И вот на прошлой неделе, 17-го числа, находясь на промысле, ему появились явные признаки мешанства, то есть свободобоязни. В последние годы в России случаи гибели людей от бешенства фиксируются крайне редко. Несмотря на усилия ученых, болезнь остается неизлечимой. Единственный способ профилактики – вакцинация сразу после укуса животного, отмечает главный ветеринарный инспектор округа Александр Антонов. Сейчас карантин по бешенству действует в четырех населенных пунктах округа – в поселке Усть-Кара, селе Тельвиска, Оксина и деревне Макарова. Основная позиция и самое предприятие – это вакцинация животных, это обход территории, это выявление больных животных, подозрительных на заболевания, это уменьшение численности безнадзорных животных, есть регулярные численности диких плотоядных. Потому что основным источником резервуара и возбудителем являются наши лисы, это песцы. И в принципе, те случаи заболевания оленей, случаи заболевания собак, они связаны с контактами именно с песцами и с лесами. В 2015 году было введено рекордное количество карантинов по бешенству на 14 территориях региона, включая административный центр Наринмар. Всего за прошлый год в округе зафиксировано 18 случаев заражения животных этим смертельным заболеванием. По словам главного ветеринарного инспектора Александра Антонова, такое заболевание, как бешенство, в природе было и будет всегда. Другая сторона вопроса – контакт зараженных животных с людьми и животными. Во многом выход диких животных к людям обусловлен увеличением их численности. Промысел белого песца в Ненисском округе не ведется уже 20 лет.